Утро доброе вместе с программой Вести Утро Карачаева-Черкесия. Сегодня в Парке Победы состоится торжественное отчествование победителей и участников командного соревнования по стрельбе среди учащихся классов пограничной направленности и отрядов юных друзей-пограничников общеобразовательных учебных заведений Карачаева-Черкесской Республики на Кубок ветерана-пограничника, участника Великой Отечественной войны Бориса Гофмана. Мероприятие посвящено 100-летию образования пограничной службе. Подробности смотрите в 14.30. Изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере миграции. Это стало темой для общения в Управлении по вопросам миграции сотрудников полиции с представителями национальных диаспор и объединений. Начальник отдела Мудалив Шедаков подробно рассказал об упрощенном порядке приемов гражданства Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы и членовых семей. Представителям национальных диаспор рекомендовано провести максимально широкую разъяснительную работу об ответственности за нарушение законодательства России, о недопустимости разрешения споров неправовыми методами, а также возможности обращения в органы внутренних дел для урегулирования миграционного статуса. Сегодня в Москве на международной выставке-форуме «Россия» состоится презентационная программа, посвященная туристическому потенциалу Карачаева-Черкесской республики в пространстве «Почувствую Россию», организованному по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках мероприятия будут презентованы национальные туристические маршруты региона. Посетители стенда смогут принять участие в увлекательных викторинах с призами, в мастер-классах по национальным танцам, а также в мастер-классах по войлоку. Кроме того, гости стенда смогут попробовать продукцию, приготовленную в Карачаево-Черкесии, украсть программу вечера творческие коллективы. Подробнее об этом мы расскажем в наших следующих информационных выпусках. И штормовое предупреждение. В связи с наличием на некоторых участках автомобильной дороги Черкесск-Домбай, угрозы падения деревьев, МЧС напоминает соблюдать правила остановки и стоянки транспортных средств. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи. В заключении расскажу, какая будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом. Ливень в сочетании с грозой, сильным ветром 20-23 метра в секунду. Ночью и утром туман, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-7, в горах 0-5, днём плюс 11-16, местами плюс 3-8 градусов. В Черкесске кратковременный дождь, днём гроза, ночью и утром туман, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днём плюс 14-16 градусов.